Всем привет! Вы слушаете подкаст Дикие утки в студии Дарья, и сегодня у нас в гостях Юлия. Привет! Привет-привет. Маме, папе особенно наверняка вы это слушаете. То, что Даш слушает подкаст. Они у меня сами всё находят, продвинутые. Ага, то есть сегодня будет приличный подкаст? Нет. Скажем так, не всегда я от них всё скрываю. Ну это мы всё обсудим сегодня в подкасте. Твои отношения с родителями, твои истории, которые ты к нам принесла из соседнего кабинета буквально. Да. По традиции я ворую людей из отдела продаж. Ну как ворую, они сами мне пишут, что я могу делать. Ну мы же продажники, у нас работа всем писать. Да, вот. А вы там в наушниках моих или не знаю где, не забывайте подписываться на наши группы в социальных сетях. Это группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, чат и канал в Телеграм. Вступайте туда, подписывайтесь, пишите, не звоните. Трубку никто всё равно не возьмёт. Да. Расскажи, Юля, как давно ты в отделе продаж у нас? Я в отделе продаж полторы недели, как и в целом вообще в продажах. Ага, то есть ты решила начать свою карьеру в продажах или просто такая, сменю-ка я вообще? Как сказать? Я вообще много где работала и дизайнером в своё время, и на стройке, да, были ситуации. На стройке? Да, разнорабочим было круто. Нет. А как? Туда берут девочек? Ну, вообще, я училась просто на строительном факультете, и в качестве практики, да, нас такие месяц, вот хотите поработать, потаскать мешки с цементом, да. А ты такая, да, конечно, практика. Я такая, мне заплатят деньги. А потом оказалось, ну, в общем, там... Не платят деньги. Если, да, возможно, мы к этому доберёмся, но это определённо не самая моя классная история. Так, ладно, ты сказала, что ты весьма особенным способом искала истории сегодня, ну, на подкаст. Да, у меня просто был прекрасный момент, когда я села, задумалась, что же мне рассказать, и в итоге я просто открываю свои сообщения ВКонтакте, ввожу в поиски по сообщениям слово «ебать», и каждое второе моё сообщение со словом «ебать» говорит о какой-нибудь супер-классной, супер-трэшовой истории, которой мне иногда стыдно вспоминать, иногда весело. О, боже мой, мы такое здесь обожаем, так что давай, начинай. Да, ну, вообще, самая, скажем так, моя, не знаю, с одной стороны, позорная история, с другой стороны, я всё равно люблю её всем рассказывать. Ой, это же такая есть. Мне кажется, у всех такие есть. Вот, вообще, у меня есть супер-классное хобби, я музыкант, барабанщик. Ага. Да, я играю в шоу барабанщиков в местном Краснодарском, мы основываемся на базе школы барабанщиков, и в прошлом году у одного из наших самых-самых незаменимых участников был день рождения, и мы же такие решили, где же нам его отпраздновать? Конечно же, мы отпразднуем его в школе. Много алкоголя, много еды, несколько... Барабанов. Барабанов, да, барабанных установок, даже это были не просто барабаны, а барабанные установки. И полный кутёж, веселье, мы планомерно нажирались, по-другому не скажу, мы бухали как не в себя. И в какой-то момент, ну как, 11 пьяных барабанщиков, две барабанные установки, колонки, к которым подключается телефон. Боже. Да, естественно, мы начали играть. И когда как раз-таки наш именинник Семён... Семён, если ты это слышишь, то тебе тоже привет. Привет. Как раз-таки, когда он играл одну какую-то супер весёлую песню, у нас по кругу пошла бутылка шампанского. Все начали пить из горла. Шампанское из горла. Хорошая идея. Мы как, да, мы просто интеллигенция, так скажем. У нас всё очень возвышенно и духовно. Так вот, я, в принципе, сама по себе в физическом смысле слова не самый ловкий человек. То есть я часто спотыкаюсь, урезаюсь, да, падаю. Это просто... Я этого уже даже не замечаю, мои друзья этого даже уже не замечают. И как раз когда до меня доходит бутылка, я танцую, мне весело, я уже себя не контролирую, я уже такая слегка бухенькая, так скажем. И я с размаху бью бутылкой шампанского себе в лицо. И просто такой момент осознания, что произошло. Я чувствую, что у меня во рту что-то есть. Сначала я думала, что это кусок бутылки, но это был кусок моего зуба переднего. Да, я просто выплёвываю себе на ладонь половину переднего зуба. В какой-то момент я просто осознаю, что произошло. Появляется даже мысль оставить его себе как трофей, ну вот как у туземцев. Какой трофей? Что за трофей? Это же твой же зуб. Ну да, но я была пьяна. Ты же его не отвоевала, не уговала. Тем не менее, ожерелье из зубов, как у туземцев. Ну это же классика, можно сказать. Ну пока у тебя кулончик там. Ну к сожалению, я его потеряла практически сразу же. Но вот. Мне становится просто супер грустно. Да ну нет. Я уже понимаю, что просто вся моя стипендия на тот момент училась на втором или третьем курсе. Вся моя стипендия пойдёт просто на стоматолога, на реставрацию. Просто уже 10 вариантов, что скажут родители, друзья. Как мне вообще вот так вот ходить? Как мне улыбаться? Так у тебя прям, ну, осколок остался. Да, у меня прям половины зуба чётко не было. Вот просто как вот ступеньки такие. Да. Я иду грустить на балкончик. Все идут утешать меня, потому что... Ну это же не конец жизни, мы же тут всё-таки бухаем. В итоге день рождения плавно превращается в поминки моей челюсти. И в какой-то момент я просто решаю, что идёт оно всё к чёрту. Я уже здесь, я уже тусую, зуб я уже себе... Если верну, то явно не сегодня. И я иду веселиться дальше. Но у меня уже вот это состояние как раз, когда абсолютно пофигу, уже такое смешанное чувство безысходности и кутежа. И я начинаю бухать ещё больше. В какой-то момент просто даже дошло всё до того, что мы соревновались в скорости выпивания виски. Как раз-таки с Семёном и с ещё одной девчонкой. Так. И я их всех перепила. И в этот момент просто происходит такой выкол. Я не помню вообще ничего. Дальше уже просто идут такие вот вьетнамские флэшбеки. Когда как гуки на деревьях, просто вот я в коридоре, меня тащит Семён по лестнице. Вот я сижу... И он мне тащит, я вижу на полу свой зуб. Да. Нет, к сожалению. Мне так было грустно, что я его не нашла. Вот, да. И тут я сижу за установкой. Здесь я уже лежу где-то в углу просто. Следующее утро я просыпаюсь на диванчике в нашей школе. Рядом со мной спит моя подруга. Никого больше нету. Все вроде даже бы прибрались, вроде бы даже чисто. Раскалывается голова. Абсолютно вот это вот... Слово «раскалывается» тебе вот прям нравится сегодня, да? Конечно, как... Шутка такая. Вот. Получается, у меня нет абсолютно никакого представления о том, что вообще происходило ночью. Кроме того, что у меня больше нету зуба. Чёрт! Ну или всего, ну, половинки там. Словины зуба, но тогда почему бы не утрировать? Это же отличный повод для драмы. И получается, мы кое-как... Я расталкиваю подругу. Мы кое-как доходим до её дома. Я не могу говорить у меня дикой... Не знаю, можно ли это назвать похмельем. Это был единственный раз в моей жизни, и поэтому я не совсем уверена. Я думаю, это можно назвать похмельем. Как говорится, дай бог здоровья. Вот. И просто я в какой-то момент решаю, что мне, наверное, недостаточно подробностей о том, что происходило. И напишу-ка я, пожалуй, ребятам, которые не пили. Да, у нас были такие. Была одна девочка, она так чисто шампанского выпила. Даже зуб себе не выбила. Даже зуб, вот. Лохушка. Отстой, да. Отстой, ваша вечеринка, ребята, такая. Ну, у вас себе. Да. Я пишу, мол, Лера, что вообще было? Типа, какого хрена? Она такая, а ты не помнишь? Я такая, нет. Она такая, а у нас, получается, каждые два месяца в баре «Сержант Пеппер» проводится мероприятие «Пеппер с джем». И на него, в принципе, можно собраться вот с другими музыкантами, подготовить какой-то кавер. И я на тот момент очень сильно вот прям грезила тем, чтобы сыграть песню «Грин Дэй Холидей». Я учила её месяц, я её сама разбирала, я сама снимала партию. И я не могла сыграть нормально. Ну, просто на тот момент я не вытягивала по своему уровню. И Лера мне пишет такая, ты сыграла Холидей. Я такая, в смысле сыграла? Она говорит, чётко, ровно, как надо, пьяной. И я такая, что, почему я этого не помню? Как так? Боже мой, я мечтала сыграть эту песню. Ну, наверное, с момента, когда начала заниматься барабанами. И тут, боже, я её сыграла, и я этого не помню. Но потом она мне рассказала то, за что за мной ещё на следующий год буквально в нашем ансамбле закрепилась, погоняла хай-хэт. Хай-хэт — это такая тарелка на барабанной установке, на которой нажимаешь, получается, на педальку, она стучит. Ну, в общем, такая самая. Да, как бы две такие, получается. Да, две тарелки, вот как раз соединённые на штыре, они смыкаются, как раз таки, да. Она сказала, что я в какой-то момент решила, что будет очень крутой идеей поздороваться с барабанной установкой. Да, просто я такая, привет, малый барабан, привет, напольный барабан, привет, бочка. И в какой-то момент я просто сказала, привет, я хай-хэт, и вырубилась. Мне так грустно, что я этого не помню, серьёзно, это просто история. Серьёзно, да, она войдёт в баналы, наверное, моих самых трэшовых, непотентических воспоминаний, я всегда буду очень грустить из-за этого. Блин, а я тут переживаю, что моя коллега ходит, рассказывает в отдел продаж, что я флиртую с едой. Я не флиртую с едой, ребят, не подумайте, всё нормально. Я просто говорю ей приветики, вот и всё. Ну, правильно, всегда надо здороваться с тем, что ты собираешься съесть, чтобы не осталось, скажем так, никаких недомолвок. Ну да, мы же все вежливые люди. Конечно же. А что дальше? Опять-таки, вот мы с тобой до подкаста, с тобой с Ксюшей обсуждали как раз ногти. У тебя космический гусь на ногтях. Да, у меня на ногтях сейчас космический гусь, спасибо моему прекрасному мастеру. И мастер у меня очень креативный, она любит делать всякие классные штуки на ногтях. Космических гусей. В том числе. Ну покажи мне гуся. Вот он, космический гусь. Офигенный космический гусь. Прикольно, что у него в скафандре как бы он глянцевый. Да, как будто бы стекло. А сам уматовый, да, это очень круто получилось. Сколько стоит такое? Если я не ошибаюсь, около полутора тысяч. У меня просто была скидка ещё, по моему наказанию пришла девочка. По моему наказанию? Так ты наказана, идёшь на ногти. Да-да-да, эй-эй, послушай. В какой-то момент я к ней прихожу и просто говорю, я хочу на ногтях мемы. Просто мемы. Не знаю, зачем и почему, просто хочу. И все наверняка знают вот этот вот мем, где в гугл-картах котик затроил, и там получается такая чёрная клякса с поднятыми лапками, которая говорит «Усюка». Типа, ну, очень распространённый мем. И у меня, получается, на одной руке как раз был этот котик, и на одном ногте, на другом было написано как раз «Усюка». И вот, помнится, еду я в МФЦ после того, как мне сделали маникюр. Да, я умею подбирать локации для своего перемещения. Так, где я выгулюю? Выгулюю маникюлю, конечно же, в МФЦ. Да, в МФЦ. Да, надо, чтобы все работники паспортного стола обязательно увидели это первыми. Да, а я ещё тогда была прям вот суперкрасивая, у меня было какое-то свидание после этого или что-то вот типа того. В МФЦ? После МФЦ. Сначала забрать паспорт, а потом пойти на свидание. Какой у тебя насыщенный день. Ногти, потом МФЦ, потом свидание. Да. Мне бы такой график. Не дай бог. Ну, только без МФЦ. Можно просто ногти и свидание. Достаточно будет. МФЦ здесь просто очень важная часть определённо в этом дне. И я еду, получается, МФЦ находится у Возмоли, естественно, там всегда пробки, 5 часов вечера. Я сижу вся такая суперкрасивая на одном из передних сидений в автобусе. И рядом со мной садится очень подвыпивший дедушка. Я не хочу, да, я не хочу сказать какие-то там, ну, не хочу использовать формулировки вроде там бомж-не-бомж, но человек выглядел явно очень потасканно и... Пьяно. И пьяно. Пах, соответственно. А зубы у него были? Я не присматривалась. Не то, чтобы у меня прям есть привычка разглядывать всех садящихся рядом со мной дедушек. Зря. Но возможно, очень возможно. Я думаю, что много выпустила из-за этого. Вот. В какой-то момент я замечаю, что дедушка начинает на меня так поглядывать. Ну, просто так кидая взгляд, я такая, ну, смотри, ладно, окей. И у него как раз вот, знаешь, это такая дурацкая мужская привычка, когда он садится на место в общественном транспорте, его ноги просто раздвигаются вот на тупой угол, да. По портал, блядь. Да, как будто просто бы, если 180 градусов между ногами не будет, у него детей в жизни никогда не случится. Вот как раз и вон. То есть там можно ещё стадион построить между этих двух ног. Да-да-да, ещё и место так останется для парочки парковок. Блин, мне кажется, в Краснодаре тут же приехал застройщик бы. Только Галинский сразу, я нашёл площадку. Там бы многоэтажку бы сразу построил. По-любому, а то и несколько, и был бы такой второй шан. У нас в Краснодаре очень активная застройка. Да, и очень плотная прям, прям совсем не весело. Вот. У него начинают раздвигаться ноги. Я человек не самый конфликтный. Скажем так, я предпочитаю решать проблему вежливо и откладывать её решение до последнего. То есть я не буду ругаться просто так, я не буду... Ну, у меня есть ещё место, куда подвинуться, а я двигаюсь. В какой-то момент у меня просто заканчивается место, а дедушка начинает просто пододвигаться ко мне. Садиться на шпагат. Гимнастика. Нет, он начинает пододвигаться и наклоняться. У меня, получается, сижу, у меня руки на коленях, в них телефон. И как раз мой супер-классный маникюр, на котором написано Усюга, прям вот, вот прям видно. Он начинает так вот наклоняться, я такая. Прям, пожалуйста, прекратите, мне как бы некомфортно, нездорово. Он раз отодвигается обратно, потом начинает наклоняться опять. И я такая, мужчина, прошу вас. Блин, я, по-моему, ехала с таким дядькой. Мне кажется, просто сесть в Краснодарский общественный транспорт и не прокатиться с таким дядькой, это просто... Ты не прокавал Краснодар с самого его дна. Просто определённая, так, солнечная столица России. Вот, и он решает, что раз я второй раз к нему обратилась, то можно со мной побеседовать. И он начинает, скажем так, предполагать. Он говорит, красивые у тебя ногти. Это божья коровка? Я такая, нет. Он такой, а что это тогда? Котик? Я такая, в каком-то смысле, да, котик. А покажи мне свою руку. А да, я посмотрю. Я такая, нет, уйдите, пожалуйста. В общем, надо понимать, что это каким-то другим голосом говорится, не таким милым, как у Юли. Я просто не умею изображать дедушек. К сожалению, бабушек может быть, но дедушек нет. Скажем так, просто к бабушке жизнь меня готовит. А к тому, чтобы стать дедушкой, но тут уже как-то всё сложнее. Ну, ты знаешь, мало ли чего. Ну да, тут кто знает, как жизнь повернётся. Возможно, рано или поздно. Это как вот в Крыму уснули в Украине, проснулись в России, так и я усну бабушкой, проснусь дедушкой. Никто не может предполагать. Так и что, вот он разглядывает твои ногти. Да, он разглядывает твои ногти, он решает, что он может взять меня за руку, мои ногти, да. Не дай бог ещё ты в такую ситуацию попадёшь. Серьёзно, супер просто. Я уже была. Кстати, я ехала тогда на ногти. О, мне просто кажется, что извращенцы и ногти — это просто такие вот две параллели, скажем так. Он решает, что он может взять меня за руку, и я уже просто на всю маршрутку такая «Нет, извините, пожалуйста, мне некомфортно. Отстаньте от меня, не стоит». И тут он просто резко подрывается, оглядывается по сторонам и выбегает. Я так и осталась просто... Я не знаю, я сижу так, меня только что незнакомый дед попытался потрогать за руку и похвалил мой маникюр. День удался! День, да, определённо. Лучше уже быть не может, просто форева. Нет, слушай, я ехала с таким же дядькой, он прям... Я тоже такая вся красивая ехала, но на ногти, не после. И у меня красные очки есть. Его заинтересовали очень те красные очки, и он как бы... Я тоже чувствую, что там смотрит, пододвигается, пытается как-то меня потрогать, как бы случайно. Потом он достаёт свой телефон, который такой кнопочный, ну, стрёмненький. О, боже, да, любимый телефон у всех дядек. Да, и пытается, короче, солнечным зайчиком светить мне в лицо. Серьёзно? Да, да, и думает, что я не вижу вообще. Может, он хотел проверить, насколько у тебя крутые очки, пропускают, не пропускают блики. Наверное, да. Такой, знаешь, как тест просто на полароид. Вот, и в очередной раз, когда он, типа, начал меня трогать, я сняла наушники, ну, и наматерилась на него. Наругалась. Он как пуля от меня отскочил. И вот, знаешь, вот как типичные вот такие дядечки, говорят, да я чё, я ничего, я тебя не трогал. Рот закрыла, пигалица. Сука. Да, да. Рот раздинула. Она рожает молодёжью. Да, да, вот такой он был. Но через минуту он опять начал ко мне приставать, как-то непонятно, но, слава богу, я уже вышла. Мне просто кажется, что такие люди, где они просто живут в своём вакууме, в своей вселенной, они просто думают, что вокруг ничего никто не видит, они просто могут делать, что хотят. А надо сказать, что окружающие так и делали. Они, типа, мы ничего не видим, они прекрасно видели, что он меня бесит. И они слышали, как я на него ругаюсь, но мужики, которые стояли рядом, такие... Если я буду это игнорировать, может быть, оно исчезнет. Точно так же сидела и я. Думала, если я буду игнорировать этого дядьку, он исчезнет. Это классическое решение проблемы в любой ситуации. Не знаешь, что делать, игнорируй. Да, 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 да. Что ещё? Вот. Опять-таки, как я уже сказала, я работала на стройке. Да, в качестве летней практики. Мы, когда приехали туда, в принципе, да, не ожидали работники, что возьмут девчонок. Но у нас так просто сложилось. Нет, они скорее такие... Оу, бля, что с вами делать? Какого хрена? Кыш. Ну, сука. Ну, сука, да. Мы по документам уже здесь. Мы как бы деться никуда не можем. Пришли в юбках кэблах таскать цемент. Да, такие... Ага, между прочим. И, получается, они такие... Ну, что с вами делать? Вот вам беники. Идите, занимайтесь самым бесполезным занятием на идущей стройке. Подметайте её. Просто, да. Мы такие, ладно, нам заплатят, у нас ставка почасовая, нам всё равно. Пошли в итоге подметать. И, наверное, какой-то конкретной трэшовой ситуации здесь нет. Эта вся ситуация, в принципе, сама по себе была трэшовая. Но обычно вот есть такой стереотип, что на стройках работает гастарбайтер. С Таджикистана, с Туркменистана, там, Азербайджан. У нас это были северные корейцы. Да, вот прямо оттуда у них ещё играли такие классные корейские песни, похоже просто на наши пионерские гимны просто. Как будто бы вот пионерский гимн решили в аниме исполнить. Что-то такое, да. Ну, Северная Корея, чё? Ну, в принципе, да, как бы... Логично. И вот под это вы подметали. Мы под это подметали. И был ещё такой момент. Я вообще человек очень толерантный. Я, скажем так, хорошо отношусь к ЛГБТ-течениям, к различным национальностям, к различным гендерам, движениям, вот всему вот такому. Но я не ожидала увидеть на стройке открытых корейцев-геев. Супер открытых корейцев-геев. Что они там прям это... Втрехались. Нет, ну возможно, но не на людях. На людях они так вот чисто... То, что позволяет обычно себе стандартные гетеропары, так целовались, за ручки держались, полуголые корейцы, боже мой. Я просто думаю, что если бы я как-то увлекалась кей-попом... Может, это была порно-студия? Нет, к сожалению, это была стройка. Я думаю, мы на порно-студии платили бы больше. Просто на сто рублей в час как-то для порно-студии. Просто если бы это была порно-студия, вас просто заставили подметать-то. Так, снимать сториз в Инстаграм, почему нет? Не, ну там не было этого классического дивана из всех видео на порно-хабе, поэтому это была не она, к сожалению. К сожалению. Ну... К сожалению. Скажем так, мне интересно, как и любому человеку интересно, что происходит обычно на порно-студиях. Ну что-что? Что там может происходить? Вдруг они чай пьют? Должны же они как-то в период... Ну сначала чай, потом всё остальное. Да, так доставка и пиццы, да. Да, но там же сюжетов много. Конечно, в принципе. Даже, в принципе, иногда трубы сантехнические чинят. Почему нет? Не только сантехнические. Многопрофильные работники. Боже мой, что это такое? Чем мы тут вообще занимаемся? Понятно. Это диалог. Диалог про трубы и стройку. Конечно, да. Вот. И у нас была история. К сожалению, лично я её не видела. Мне её пересказывали. В какой-то момент, скажем так, наши русские православные ребята решили подраться с корейцами. Я не знаю, какая у них была просто стычка, какой был конфликт. Но они подрались, и как раз в этот момент заливали площадку перед... Господи, только не говори, что в каком-то доме теперь залит тело человека. Почти. Не, на самом деле просто заливали площадку, получается, там сантиметров, наверное, на 50. Или, может быть, даже глубже. Ну, то есть я так вот чисто на взгляд могу прикинуть. И корейц как раз улетел туда, и бетон был очень хороший, так скажем. Высокой вязкости. О, Господи. Да, его, к сожалению, там... Ну, его было очень сложно потом вытаскивать. Естественно, никто его не мог там так оставить, но... Но очень хотелось или что? Не, ну тем, кто с ним поспорил, наверняка очень хотелось. Капец. В принципе, да. Мне кажется, я бы... Это страшно. Это очень страшно. Это одновременно, знаешь, в той ситуации, когда тебе стрёмно страшно и смешно. Это такая истерия просто. Такой нервно хихикаешь. Приходишь подметать стройку, а там корейц в бетоне. А там замурованный, да. И просто и русские рядом такие подъеды. Говорит, конкретно трешовой ситуации тут не было. Это нормально. Это была вся одна большая трешовая ситуация. Обычный день на стройке. На самом деле, да. Стройка, она сама по себе очень трешовое мероприятие. Мне кажется, надо строителей звать на дикие утки. Я могу подкинуть своих однокурсников. Возможно, кто-то из них пошёл по специальности. А, поузнавай, поузнавай. Мне интересны теперь истории со стройки. Обязательно. Просто как раз вот именно после этой стройки я решила, что нет, строительство не моё пока. До свидания. Никогда больше... И вот ты здесь. И вот я здесь, да. На самом деле, люблю разговаривать с людьми, поэтому почему бы не продавать что-то им параллельно. А, да, я думала, сейчас подсидит меня уже, господи. Я с компанией Арифлэйм. Хотите купить наши продукции? О, боже мой. И здесь. Это ещё что? Вот Браузер Амиго. О, боже. Он ещё есть? Нет, кстати, его закрыли, если я не ошибаюсь. Теперь всё. Ну и слава богу. Ушла эпоха. Вообще, короче, у тебя жизнь, я так понимаю, весёлая. Да, но зачастую я просто притягиваю к себе странных людей. И большая часть истории действительно строится на том, что я контактирую с какими-то супернеобычными личностями. С дядечками, молодыми людьми, корейцами. Ну, в общем, я думаю, что мы запишем вторую часть подкаста с тобой чуть попозже. Нет, я ещё насобираю. Нет, что в целый мешок. Теперь ты будешь вводить слово там пиздец в биологии, тоже куча сообщений. Да, ты знаешь, потом просто могу открыть уже энциклопедию матов и пойти по алфавиту. Да, у тебя будет, да, свой алфавитный указатель вот в этом плане. Да, не знаешь, так кажется, рубрика для нового подкаста просто. Алфавит. А. Охуеть. И истории, где... Да, блин, это любая история. Да. Почему нет? Ой, ну на этом мы завершаем наш подкаст. У нас сегодня в гостях была Юля. Ну, как в гостях? Почти что дома. Я уже как дома, да? Да, да, да. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!